Продолжение следует... Собственность на которые не разграничена, над территорией города и листы. Вносится правительство. Решение комитета рассмотрено, озвучено. Большинство достигнуто, решение принято. Спасибо уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Рассматривается вопрос номер 6, уважаемые коллеги. По предложению Комитета народного управления Республики по аграрным вопросам и природопользованию. Мною было принято решение о проведении правительства общества на тему реализации мероприятий по поддержке сельскохозяйственных производителей в условиях почвенной засухи и подготовке к зиме на территории Республики. Доклад поручено сделать в первую очередь Минкнасонову. Регламент понятен. Мы слушаем доклад до 15 минут. Затем задаем вопросы, пожелания, принимаем постарабление. Пожалуйста. Уважаемый Юрий Викторович, Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты. На 1 января текущего года во всех категориях хозяйств имелось почти 430 тысяч голов в крыльях. Общая численность овец и коз на 1 января текущего года в хозяйстве всех категорий составила более 2,3 миллиона голов. По голове лошадей на 1 января текущего года в хозяйстве всех категорий республики составила почти 16 регионов. В этом году общий объем господдержки по подотрасли животноводства был предусмотрен в сумме почти 500 миллионов рублей. В этом году в ряде районов республики из-за длительного периода отсутствия осадков и высоких температур сложилась чрезвычайная ситуация в виде почвенной засухи. Которая негативно отразилась на продуктивности пазвища на площади около 3 миллионов гектаров. В настоящее время пазвища сильно выбиты, почвопартические оголена. Средняя продуктивность пазвища на период обследования составила не более 0,6 центра равных гектаров, что в 2,3 раза меньше средних многолетних значений. В связи с этим черхозтоваропроизводители республики приступили к кормлению животных в первые дни лет. Период настоилого содержания животных повлек за собой увеличение среднесуточного расхода грубых кормов в 3,1, а на десятый раз концентрированных кормов в 3,6. По этой причине на территории 8 районов республики распоряжениями главы республики Калмыкия 21 июля 2020 года и 20 октября 2020 года был введен режим чрезвычайной ситуации. В целом на территории, где был введен режим чрезвычайной ситуации, содержалось 61% от общего поголовья скота, 83,3% от общего поголовья овец и коз и 76,7% от общего поголовья лошадей, а также 878 ерунда. В целях недопущения массового сокращения численности поголовья скота 27 июля текущего года главой республики Калмыкия Бату Сергеевичем Хасимову было направлено письмо в адрес министра сельского хозяйства России Дмитрия Николаевича Патрушева о рассмотрении вопроса в отделении медиарных выражек. В октябре месяце в республике Калмыкия по поручению министра сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева была направлена рабочая группа специалистов под председательством директора департамента животного и племенного дела Дмитрия Николаевича по обращению главы республики Калмыкия. В период с 5 по 7 октября данная экспертная группа провела оценку состояния падбищ в семи районах республики на территории Евчинского, Яшко-Чернеземельского, Кемуруйского, Целинного, Приютинско-Иксинерского района. Также, согласно заключению рабочей группы, состояние падбищ подтвердили в крайне патистом состоянии. Из-за отсутствия травостоя на падбищах создается угроза гибели сельхозживотов и что в хозяйствах началась подкормка скота за счет зимних запасов кормок. В результате рабочая группа подготовила акт, который был направлен в Минсельхоз России и согласно которому в республике Калмыкия было выделено 562 миллиона рублей распоряжением правительства от 31 октября текущего дня. Данные денежные средства были выделены на компенсацию сельхозтоваропроизводителям по ущербу, причиненного в результате почной засучки. В данный момент Минсельхозом Калмыкии разрабатывается порядок доведения данных денежных средств до сельхозтоваропроизводителей. Мы ожидаем, что уже в кратчайшее время в течение следующей недели он будет согласован на региональном уровне и затем уже направлен в Минсельхоз России на подписание соглашения между правительством калмыкии и Минсельхозом России. Дальше, после 1 декабря мы уже планируем начать доведение данных денежных средств до конечных сельхозтоваропроизводителей. По поводу подготовки к зиме проводятся следующие мероприятия. Экспертная группа, а также сотрудниками Министерства было рекомендовано оптимизировать структуру стада путем выбраковки возрастных и истощенностей сходов животных. Было рекомендовано проведение крайне раннего отъема молодняка от матов, формирование более здорового ремонтного стада. Также сейчас ведутся переговоры с 12 регионами страны, как и наши соседние регионы, а также регионы КФО, ЦФО, Черноземья о поставках нам грубых и концентрированных кормов по приемлемым ценам. Также на уровне региона мы прорабатываем вопрос с кредитными организациями по выделению нашим сельхозтоваропроизводителям дополнительных кредитных линий. По приготным условиям на приобретение кормов и других затрат, которые в данный момент сельхозтоваропроизводителям несутся. Доклад закончен, если есть вопросы. Ну, общая оценка у вас какая, Максим Юрьевич, в республике, допустим, оценка по востоку такая, по западу такая, по центру такая. То есть, как, чтобы у нас было ясное представление депутата, который может быть в программе. В целом, в целом у нас по республике на начало ноября оценивается дефицит как по грубым кормам, так и по концентрированным кормам. По грубым это где-то около 170 тысяч тонн, по концентрированным 53-25 тысяч тонн. Мы надеемся, что федеральные средства, которые нам будут предоставлены из резервного фонда, помогут уменьшить эту величину дефицит. В целом, конечно, на востоке республики ситуация складывается более плохим образом, на западе чуть лучше, но примерно ситуация одинаковая. То есть, пастбище сильно выпито, нет абсолютно никакой растительности. И сейчас программа «Минимум» для министерства, для правительства, для главы республики – это выйти из тяжелейшей зимовки с минимальным ущербом. То есть, у нас задача номер один – это сохранить маточное поголовье в хозяйствах, особенно на наших племенных хозяйствах, племорепродуктах. В порядке, который сейчас готовится, мы для таких хозяйств указываем более высокий коэффициент на получение субсидий. И мы ожидаем, что до конца декабря, точнее до 25 декабря, мы уже успеем все денежные средства рассекновать. По поводу механизма доведения денежных средств из резервного фонда, на середину сентября был следующий механизм. То есть, был разговор о компенсации именно понесенных застрян. По фиксированной ставке это 30% и только по другому термату. По предварительному анализу, который был нами проведен, наши, к сожалению, сухо-товаропроизводители в большинстве случаев рассчитываются за поставку кормов по наличному расчету, который никак не подтверждается никакими документами. И, соответственно, если бы мы пошли по этому пути, мы большую часть денег средств бы не освоили и вернули. Поэтому сейчас нами был предложен такой механизм доведения средств через услугный ГУЛ. В данный момент формируется. Затем они предоставят сухо-товаропроизводителям, добавляя с ним сухо-товаропроизводителям, акты пересчетов плюс дополнительные документы. И уже на основе этих документов мы будем рассчитывать базовую расчетную ставку и доводить денежные средства. То есть в таком случае мы уверены, что практически все эти 562 миллиона мы рассчитываем, доведем до всех хостоваропроизводителей, ни рубля не вернем в федеральный бутылок. Но все равно присутствует вероятность того, что могут все-таки нас направить по компенсации. Моя вероятность такая невысокая. То есть мы будем стоять на своей позиции и поставить интересы наших аграрий. Спасибо. Послан Александрович Иванович, готов? Здравствуйте. Я уже был Иван Иванович, уже был Ирлиппич, уже был Ирлиппич, уже был Ирлиппич. Мне вопрос к министрам. Ваше мнение, что у нас в Калмыке снизилось по голове КРС на 17,5%, по голове мелкого КРС на 23,9%. Это цифры, а в Калмыке, или, может быть, ну, я знаю точно, что цифры, они в СССР не такие, куда путь в ситуацию, по-моему, во многих хозяйствах. Хорошо, что вы нам сейчас рассказали про механизм соблюдения денег и средств, да, я бы тоже хотел вопрос задать. Почему не доводят это все, почему не публикуете средства массовой информации, потому что фермера, у нас вся эта республика, это образ жизни республики. Все за это спрашивают, все за это интересуются, все знают, что выделили дополнительные субсидии от Федерального центра на покрытие этих расходов. Но ничего, опять, вы молчите, вы работаете с населением, потому что опять, опять, власть вся плохая получается, понимаете. Потом, вот, тоже делают, даже в комментариях задавали вопрос, да, по оценкам нужно нам, чтобы определять эту ситуацию, 1,8 миллиарда рублей выделено, там, 560. 560 миллиона рублей выделено, это получается меньше 30 потенков, вот там, в комментариях меня спрашивали, получается, а с сосным скотом, что делать? И уже многие продали эти цены на Кавказ, вот, вы тоже это знаете, там, просто, вот, цены ужасающие, 25 тысяч за корову, ну, просто. Некоторые просто забивают с этим, как-то, я у нас, по-вот, 17,5% у нас, ну, какой, я не знаю, ну, может быть, действительно, это по всей России у него, типа, по всей Кавказу, где-то хуже, где-то плохо. Ну, ну, нет никаких 17,5%, честно. Некоторые просто до 90, это у нас, только келят оставили, а, нет, только келят оставили, и то их, вот, сейчас, кормить нечем. То, что заготовили на зиму, он с сентября съедет. Понятно, да? Вопрос, пожалуйста. Так, по поводу... Что такое, вот, что такое, вот, условная голова, вот, тоже, по... Да нет, только семья. Ну, хорошо, ладно. Так, пожалуйста, я предлагаю начать, вот, по поводу, почему мы не публикуем информацию. Ну, потому что еще порядок не принят. Поэтому мы, ближайшие, вот, как порядок будет принят на региональном уровне, мы обязательно расскажем отрасли о том, как будут доводиться денежные средства. Мы откроем горячую линию, будем работать с районами. Вплоть до каждого сверхостового производителя. Будет на сайте и в инстаграме публиковаться обобщенная импографика, упрощенная, которая бы для каждого агрария была понятна, какие документы подавать, какие сроки. То есть у нас, получается, сейчас в министерстве мы полностью переходим на работу именно с предприятиями, с хозяйственными институтами. Получается, сейчас как, у нас полное антикризисное управление в данный момент. Я считаю, что это текущий год, сельским хозяйством мы где-то идеально шторм. То есть все факторы, которые только могли мы себе представить, все вернулись против нас. Начиная с весны, тем, что не было сахтов, потом суховеи, заморозки даже, плохие цены на шерсть, на мясо. Но касаемо того, что мы продаем молодняк в том числе на Северный Кавказ, это, мне кажется, ни веково не новость. У нас так товаропроводящие цепочки уже не первый год функционируют. И даже, я думаю, не первое десятилетие. И когда мы решаем вот такие пожарные вопросы, мы параллельно должны думать о том, как это нам изменит. То есть конечная цель у нас – это строительство высокорентабельного сельского хозяйства на территории Республики. Потому что в Северной Кавказе здесь многие аграрники присутствуют, сельхозтоваропроизводители, которые имеют огромный опыт. Труд очень тяжелый в сельском хозяйстве. Но это одна из немногих отраслей в Калмыкии, где создаются добавленные стоимости. И мне печально осознавать тот факт, что мы тот потенциал, который у нас есть на данный момент, мы его не реализуем. Я имею в виду, мы не создаем в Калмыкии деньги. Все уходит. Мы как бы сырьевой железаток у соседних регионов, либо регионов, которые находятся подальше. В этом году у нас была регионализация. Нам и эти товаропродящие цепочки поломать. То есть тут нам нужно как бы двигаться поступательно и системно. Сейчас мы в первую очередь решим вопрос с заведением денежных средств. Засигнуем эти средства. Причем нам нужно по весне же отчитываться за эти средства. Поэтому так порядок не быстро принимается. Сейчас лучше проработать его. Как бы все в ногу не нужно стрелять, чтобы потом бегать и закрываться. Затем уже сядем и предлагаю депутатам Народного хорала принять участие. Давайте разрабатывать общую стратегию. Вместе решать накопившиеся проблемы, которые тут не первый год. Я думаю, вы все со мной согласитесь. Что касаемо количества поголовья. Я вам привел цифры. Это по данным районов. То есть они нам каждую неделю, в понедельник до 12 часов дня отчитываются по количеству сельхозживотных. Во всех хозяйствах. То есть на данный момент точнее информации нет. Хотите получить более точную информацию, нужно выезжать в степь и прям каждого поголовья считать. Еще один вопрос. По поводу миллиарда восемьсот. Объясню. Смотрите, миллиард восемьсот это общая оценка ущерба, который был нанесен в условиях почвенной засыпи. На самом деле, если взять более длительный период исследования, примерно 100-120 лет, то у нас количество засыпи было зарегистрировано 87 раз. То есть у нас получается как засыпи не каждые 5-10 лет происходит, а каждые 2-3 года. Больше или меньше 6 лет. Но на данный момент у нас нет ни методики по оценке ущерба, ни самое главное алгоритма действий. То есть вот этот год, он поможет нам наработать этот опыт. Уже он практически сформирован. По поводу миллиарда восемьсот. Это я вам сказал уже полный ущерба. Министерство России по практике только компенсирует 30%. Поэтому получается 562 миллиона. В расчете принималось поголовье маточное и только по грубым кормам. Министерство России было следующей логикой. Раз пострадали в пасхуще, соответственно пострадали грубые корма. Поэтому по зернову рожу мы дополнительно денежно-средства выделить не можем. Но благодаря поддержке главы области и председателям правительства в октябре месяце нам удалось все-таки поставить вопрос уже более широко. Это не только компенсатор, но и конституционных кормов. А сейчас в том числе и экспертная группа нам в первую очередь советовала хозяйству приобретать концентрированный корман. Спасибо за ответ, уважаемый директор. Я вам тоже напомню, что не только исполнительная Россия действовала, но и законодательная Россия принимала участие. Я готов к моей двери открыть. Путь к рождения. Отрастили, пожалуйста. Я хочу по названию правительства отректироваться с 2020 года, как вы сказали. Согласно готовность мусиканского бюджета, на отречисление компенсации ущербных, вот вы только что уточнили, что расчет здесь принимал в этом маточные поговорки и только подбудил корман. Я правильно вы поняла? Верно. Так, значит, здесь 64 сельхозорганизации и 1416 сельхозорганизации, да? Это организации ИИП только тех восьми районов, да? Которых было объявлено в конце июня чрезвычайной ситуации. То есть сюда не входят фермеры других пострадавших на минуту. Вы прорабатываете вопрос поддержки фермеров других? Например, я смотрю, октябрьский район не вошел, да? Малдургетовский район не вошли, вы здесь, в двух районах. А как быть животноводом этих районов? Это первый вопрос. Потому что вопрос актуальный, они обращаются к нам, мы должны как-то отвечать. Я понимаю, что деньги были выделены из резервного фонда правительства России, так, да, было озвучено, и что там есть четкая инструкция, как что, да, распределяется. Ну, наверное, можно инициировать все-таки внесения изменений какие-то в этом, ну, в это постановление. Но что-то надо делать, чтобы помочь. Я так поняла, что вы боитесь, что эти деньги полностью не будут, да, освоены. В связи с тем, что, ну, вот, были перечислены ряд причин, на основании которых эти деньги могут стопроцентно не быть освоеными. Может быть, как-то можно вот этот процесс инициировать, чтобы из этих денег помочь и животноводам других пострадавших районов. Второй вопрос. Вот вы свою информацию пишите. Случаи поддержат сельскохозяйственных животных отсутствуют или носят единичный характер. Тогда у меня вопрос. Вот в соцсетях очень много было размещено фото, да, случаи поддержат сельскохозяйственных животных. Эти фото что, на Марсе делались, а не в Калмыкии. Третий вопрос, который вы немного уже озвучили, это вот вопрос, который касается сайта вашего министерства. Кстати, это относится и к сайтам других министерств. Я хочу, чтобы председатель правительства обратил внимание на этот вопрос. Я часто захожу на сайты, ну, мне приходится, в общем-то, это сделать. И я хочу сказать, что они не наполнены, актуальной информации там нет. И фактически человек, который, ну, вот, не имеющий отношения, прям, ну, я не работник сельского хозяйства, вот я зашла на сайт, хочу получить какую-то информацию, хочу получить представление, да, об отрасли и так далее, и ничего нет. Не актуальных цифров. Это касается и других министерств тоже. И Министерства экономики, и Министерства социальной защиты. Нет цифр, нет информации. Наполняйте, наполняйте какой-то аналитической информацией. У нас же достаточно сотрудников Министерства. Вот три вопроса. Пожалуйста, понятно все, да? Давай попорядочек. Можно с третьего вопроса? Мороза начнем по поводу информации. Ну, давайте с первого начнем. Давайте по поводу помощи другим районам. Изначально, вот, летом был введен режим ЧАЭС только в семи районах. И 20 октября, 21 июля был введен режим ЧАЭС в семи районах. И 20 октября был введен режим ЧАЭС в Ченнерском районе. Вот, по поводу Киченнерского района. Разговоры жили в санне районах. Вот, по поводу помощи другим районам, которые не попали, в которых не был введен режим ЧАЭС. Вот если рассматривать порядок предоставления денежных средств из резервных фондов по лесу России, то там что-то указано, что должен быть введен режим ЧАЭС. Проходили дожди не по всему району, но в некоторых местах. Травостой был. Что касается нашей дополнительной поддержки, то мы, вот эти 562 миллиона, мы доведем до 600. Мы дополнительно с других статей расходов нашей региональной господдержки, мы снимаем там порядка 40 миллионов. Сейчас точно скажу вам. 38,4 миллиона рублей и направляем на поддержку животного строительства. Параллельно с этим мы разговариваем с кредитными организациями, для того, чтобы они предлагали хорошие инструменты по кредитованию всех хостоваропроизводителей. Возможно, даже срочкой на полгода, по более низким процентным ставкам. У нас все-таки еще есть лимит по льготному кредитованию, который оценится чуть более 70 миллионов рублей. Я думаю, это будет тоже хорошее подспорье. Так, вопрос по падежу. Массово гибели животных мы не отмечаем. Мы взаимодействуем со службой ветеринарии. Конечно, есть случаи, да, и как бы ни в одном хозяйстве, я согласен. Но массового падежа на данный момент нет. Да, животные истощены, но в данный момент в течение месяца, полутора нужно по максимуму. Вот у меня предыдущий опыт работы в антистом центре несухоза России. Я знаю, как антистическую работу построить в большом подругу, где бюджет, которого больше три раза в наше администерство. Поэтому эту работу, я уверен, мы наладим в своем министерстве. Тем более она нам необходима, я с этим согласен. Вот с чем я столкнулся? С тем, что в данный момент у нас были определенные проблемы по получению именно оперативных данных. То есть мы уже эту работу потихонечку налаживаем. Я думаю, в дальнейшем уже не только сможем на какой-то краткосрочный период времени понимать ситуацию в республике, но и на более долгосрочный срок сможем прогнозировать на год, на два, на три. И как это подвязывать под материномистические показатели. То есть уже такую серьезную аналитику делать. Так что, спасибо. Абатр Васильевич, Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Абатр Васильевич, у меня вот по Вашему докладу и по предыдущей базовой ставке это все пересчитаем. И уже на новый год запланируем определенные мероприятия. То есть проблема Вам известна? Вы ее, конечно, сейчас только пытаетесь решать, да? Ну, проблема успешно проделали, что нам нужно более внимательно этот вопрос. Спасибо. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Марк Тривович. Значит, по... Несколько у меня тут. Два вопроса и одно пожелание. Вот у нас работала комиссия, направленная Минскоскозом в Россию, да? И комиссия действительно отработала добросовестно. Они там почти трое суток ездили по степи, побывали во многих хозяйствах, посмотрели, увидели, убедились и сделали хорошее заключение. Это мы видели по телевидению нашему местному. Очень, так сказать, правдиво, объективно исследовали и высказали те пожелания, вернее, как сказать, ту программу, по которой мы должны работать, да? Довольно-таки вот помощно. А в конце концов, с ними вот в последний день не встретился ни один чиновник, ни зампред Бова Подмаев, ни Анатолий Васильевич, который там после заседания здесь, мы по засухе, спешно пригласил себя министра и постановил такую делу, прям беспокойство за сельское хозяйство. Вот это толкового агронома, у нас нет ни одного здравоохранения, вообще не то, что толкового, который вообще понимает современные пути развития сельского хозяйства, живознаводства в том числе. А по кровопоизводству это вообще гиблое дело. Понимаете, у нас университет читает там какие-то КПП, КПТУ там и так далее, какие-то культиваторы Борнеры, которые в природе уже не существуют, никто ими не пользуется. Мир работает другими орудиями, другими технологиями. То есть, у вас кто-то сейчас все знаете? Что читаете? Я все знаю. Поэтому, давайте оценку университетам. У вас даже ни базы нет, ничего нет. Вы на пальцах учите студентов. Студенты, которые не видят, вот ко мне приезжают. Я взял с того, что они ко мне приезжают и просятся каждый раз. Чаще посещайте университет, будете знать. Хорошо. Давайте по теме. Нет, давайте не махать. Это тема. Это тема, потому что сегодня, вот Максим Павлевич, он правильно говорит, да, нужно перспективу понимать. А как ее понимать, для этого нужны люди, которые это все видят, знают, работают и высчитывают, и просчитывают. Я вот лично скажу, до Кадьяева уходил, до Кадьяева был какой-то министр, я уже не помню, они настолько часто меняются у нас. И к министру Троицкому ходил, предлагал, да, два, три года назад, четыре года назад, давайте займемся вопросами современных технологий животноводства, которые сегодня, вот, я им спросил, давайте, я поездил по всему миру, собрал, сделал лучшую модель подкормочника, я ее сделал самостоятельно, а если бы республика мне помогла бы, там, двумя-тремя миллионами, мы уже давно распространили бы этот опыт. Потому что сегодня, как раз, вот, в прошлом году, я начал кормить, и в этом году, действительно, практика показалась, да, или ты, я выгнал половину бычков на пастбище, вынужден был, не было кормов в апреле, и сейчас они не стоят даже, там, 32 тысяч рублей. Тащак. А тех, которые откормил сегодня, они стоят 70-80 тысяч голова. И это деньги серьезные. И если бы мы научили бы людей правильно работать, да, университеты этому не научат. Как бы тут Салайер не хорокорился, да, они даже представления не имеют, как это делать. А если еще практически подтвердить, что ты сделал, что у тебя есть на руках, это вообще бесполезное дело. Я вас понял. Вот, и вопрос вот по, самое главное, по потерям нашим. Вы неправильным путем идете, вы пытаетесь линсенхозу доказать подсчетом группы кормов, да, сколько нам нужно, нужно доказывать падежу. А то, чего вы как раз боитесь. И когда вы предъявите людям видео, фотографии, акты, акты павших животных, открываете цифры. И вам это грозит, потому что у нас нет ни утилизации животных. Я уже выступал, у вас и Зайцева просил обратить на это внимание. У нас нет утилизации павших животных, поэтому вы не показываете падеж. А лучше по падежу получить компенсацию. Это легче, это действенней, это влияет на мозг, на глаза человека, когда он видит кадры, которые в интернете бродят, машина приходит и оттуда трубку вытаскивает, или полужилых коробок. Вот по этим документам вы компенсацию получите по-любому из России. И получите не 30%, а минимум 80-70%. Хорошо, спасибо. Я считаю, что вот по перспективе еще, мое проживание. Вот когда был здесь представитель правительства, по-моему, птичков, да, они несколько провели здесь, вот, в зале заседания правительства публичное слушание. Вот там вы еще найдете людей, которые переживают за будущее сельского хозяйства, за настоящее сельское хозяйство. И там люди выскажут вам мнение. Все аграрники и люди, которые близки к этой области, они вам выскажут пожелания, как, что, чего нам можно здесь наладить. И уже чего делать, сделать нельзя. Поэтому ни в цирконе ваших специалистов тоже особо нет. И вот эти публичные слушания, то есть нужна открытость. Нужно просто говорить, да, кто вот сегодня, республика в таком состоянии, что нужно привлекать мало-мальского человека, который вот обеспокоен и который имеет голову. И опыт, какую-то практику. Поэтому надо слушать таких людей и строить те планы по перспективе, о которых вы говорите. А все остальное будет пустое. В кабинетах вы не решите этот вопрос. Можно? Значит, пожалуйста, на ваш отпорочник, на вашу практику. Будем тоже смотреть по оценке учебных. Я считаю, что то, что как мы сейчас было сделано, это был оптимальный вариант. Все-таки у нас за поддержку, за регистрацию таких случаев отвечает другая служба. То есть мы, где просто лежите, вот и все. Так, по поводу кадров. Вот я сам полтора месяца назад вернулся из Москвы. И, если честно, меня специалисты некоторые в нашей республике приятно удивили. То есть есть определенное кадровое ядро, с которым можно устраивать долгосрочную стратегию. И вот у меня это, как бы, греет их. Поэтому я думаю, и тем более, вот, по вашему совету, я готов абсолютно к любой конструктивной критике, потому что у нас, как бы, цель общая в республике. Все-таки я считаю, что сельское хозяйство – это одно из немногих, да, там, последних подпостов, которые у нас есть в данном месте, 30% ВРП. То есть если мы сейчас и сельское хозяйство потеряем, то мы экономика не поднимем здесь. Вот. И за проживание спасибо. Спасибо. Два слова, да. Вот, если вы не согласны вот с тем уровнем поддержа, да, то это уже, тогда я еще раз говорю, это не объективная картина. Поддержа много на самом деле. Вот поверьте мне, человеку, который, ну, можно сказать, живет в степени. Спасибо. Извиняюсь, вот еще был вопрос вот по поводу экспертной группы, которая приезжала к нам, да. Вот мы, я только могу за себя ответить, за мое ведомство. Мы 3-4 дня были там с раннего утра до глубокой ночи, да, проехали в 7 районов, я сам побывал в 3-х вместе с рабочей группой, с частью рабочей группы, мы разделились на 3 группы, чтобы за такое короткое время платить, по-моему, на большее количество хозяйства. Плюс еще, первое, как бы, моя объекта в должности министра была в 8-й район. Там у нас в этом году реализуется самый масштабный проект по гидромиллиарации, это в Хайфе-экзиенка. Там он стоит 300 миллионов рублей, поэтому я хотел тоже увидеть. Вот, касаемо рабочей группы, мы, я считаю, на высоком уровне встретили и провели, и до сих пор поддерживаем теплые отношения с рабочими. Я говорю о том, что встреча должна была быть минимум с председателем правительства или с главой. Хорошо. Это вопрос никому нет. Это совсем другое. Тем более, вы новый человек вообще. Спасибо. Уважаемый Анатолий Алексеевич, уважаемые коллеги. Мы сегодня находимся на заседании Народного Урала. Я полагаю и надеюсь, что ведется запись к нашему заседанию. Поэтому я хочу обратиться ко всем депутатам начально. Есть такая полноцкая народная поговорка. А мы всегда чтим, помним и верно относимся к традиции, или, по крайней мере, пытаемся показать, продемонстрировать. Есть такая полноцкая поговорка, которая говорит следующее. Унхтан, 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 на следующий день я вас тоже говорю на коммунство. Унхтан чулы бича тасха. Дудерсан чулы бича тасха, а унхтан ухты бича нормы. То есть не придется скалути, сходы придется пить, и не ставь тасканин, а потом придется казаться спаснуть. Поэтому, прежде чем давать оценку кому-то, тем более коллективу, вы, уважаемые коллеги, за каждое слово отвечаете. Поэтому, на следующий случай, я вас сегодня официально приглашаю на завтра до встречи с коллективом «Онрадно по пути». Чтобы вы могли сказать свою позицию, о которой сегодня предложили, нести свои предложения, свои зрители, и услышать, что это коллектив. Я в университете бываю каждый год, даже читаю векции, но никакого интереса нет. Я перестал просто ходить. Вы сами работали в университете в том числе. Прошли этот путь в том числе. Поэтому официально завтра приглашаем на встречу с огражденным факультетом. Затем, если где-то. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Я в переводе вас увидел. Я к стыду моему. Дело в том, что на Лодном Урале курирую вообще министерство. Сегодня мне председатель сделал упреку. У нас такая ситуация, значит, в сельскохозяйстве. Дорого шоу-бокса. Ну, в принципе, с одной стороны, я считаю, что он прав. Где-то, значит. Ну, там проблема есть. Он не допускает меня к вам. Значит, не на коллеги. Дверь открыта, значит. Приходите сейчас, чтобы вы поймете. Как я могу без приглашения к вам приговорить еще. Что касается парламента республики Кламыкин в отношении с сегодняшней ситуации, которая сложилась. Вы прекрасно знаете. Мы не добились ответа ни от того. Мы вынуждены были в группу депутатов обратиться. Значит, и к президенту и так далее. И, к сожалению, я хочу сказать, что те депутаты, которые обратились сегодня, кстати, вот три вопроса, которые здесь, значит, они, значит, подвержены, будут, значит, уводения и так далее, и так далее, и так далее. Это была позиция парламента республики Кламыкин, значит, трех фракций. И, в принципе, там четко, ясно было выявлено. Более того, я обратился к председателю, значит, аграрного комитета государственного комитета, значит, и, в принципе, вы знаете, было письмо от него министру Патрушеву и все остальное, значит, в том числе, значит, его заверили, что Кламытий будет помогать и все остальное. То есть говорить о том, что парламент молчит, и мы не занимаемся, это, конечно, будет неправильно. Нет, нет, я не к вам. Я говорю к своему председателю, обращаюсь к этому. Значит, ну, я хочу одно сказать. Я вообще, Максим Петрович, я с вами восхищаюсь. Честно скажу. И это не без уютства. Молодой парень приехал, возглавил, значит, ну, не знаю, тяжелее, что нужно, что вы на себя взяли. В принципе, ну, осталось, что время за, как патриоты и все остальное. Значит, Клам, конечно, требуется вас, когда вы буквально полтора месяца возглавили министерство. Одно, будем говорить, ну, самое локомотив нашей экономики, значит, возглавляющие эти вопросы, конечно, сложно. Но, тем не менее, у меня будут два вопроса, а потом я решаю свои пожелания с разрешения председателя уже после восхищения. Первое. Существует ли штаб вообще в осенний и зимний период, вы знаете, значит, это сложнейшая ситуация, где животноводство, значит, и осенневодство, в общем, такой сложный период, будем говорить, в осенней зиме, значит. Есть ли штаб, кто его возглавляет? И второй вопрос. Значит, вы знаете, то, что у нас есть план приватизации, значит, так, на каждый год хурал, значит, его утверждает, в соответствии с предложением поездочной республике, калмытийность. Есть ли в этом плане по 2020 году, значит, да, продажа, значит, губов, сельхоз, сельхоз, и акционеры получат 3-го тика. Какие есть? Значит, если вы можете, то можете ответить. Спасибо. Хорошо, кстати, пожалуйста. Так, по первому вопросу. Штаб существует, его еще создали летом, он в рабочем состоянии, то есть, если, допустим, есть какие-то предложения по карманам в соседних регионах, обязательно мы туда отправляем, мониторим цены, объемы, которые, допустим, были, там, с разных регионов, заготовленный, закупленный карман, то есть, в определенную статистику мы идем. В данный момент практически каждую неделю мы проводим подкресенье с районами республики, то есть, мы координируем действия. Все понимают, в каком направлении мы сейчас идем. И в ближайшее время нужно вот эти процессы, я считаю, нам усилить однозначно, потому что все-таки 562 миллиона – это огромные деньги. Нам нужно сделать это максимально быстро. Максимально, чтобы они дошли до конечных получателей, сделать это прозрачно. То есть, когда будут заявители подписывать соглашение с нами, с хозом кого-нибудь, мы будем подписывать там, что они согласны на обработку данных своих, и мы будем публиковать это все в публичном пространстве. Считаем, что так возможно обойти некоторые такие тонкие моменты, по увеличению, допустим, маточного поголовника. Сейчас какой интерес есть? Увеличить, чтобы получить больше субсидий. А тем, что мы даем больше прозрачности этому действию, будем больше работать с правоохранительными органами, мы этот риск сведем к ним. По поводу информации по ГУПам, по тем предприятиям, которые принадлежат именно республике. На данный момент никаких продаж, насколько я знаю, не планируется. Мы, наоборот, хотим эти предприятия усиливать. Вот когда мы вводим субсидии, мы там ставим повышенный капитал, для чего это делается? Чтобы сохранить племяное ядро нашествие. В следующий год, кто его знает, может быть даже хуже, чем этот. Понимаете? Я же приводил уже статичку. Засуха у нас в 87 раза 120 тысяч. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Я наоборот. Вы говорили, что субсидия? Нет, я наоборот. Да, Максим Переевич, да? Максим Переевич, вот Вы многое сказали, да, за то, что на нашу республику сейчас ввелось, как Вы выразились, идеальный шторм, да, скоб всех проблем, которые действительно сложно даже себе представить. И Вы сказали, что вот сейчас действительно такой кризис, в который надо выходить. Но обычно, вот я как человек, который всю жизнь занимается проектами, да, я знаю, кто такие антикризисные управляющие, кто такие антикризисные менеджеры, да, которые заходят. Действительно, я сам так и был. И когда я заходил на подобные проекты, да, те же самые учредители спрашивали, а какие у тебя компетенции, какие у тебя проекты. Соответственно, я показывал, да, Вы сейчас попали в такой действительно идеальный шторм. И мы, дело в том, что с Вами особо еще не знакомились, я имею в виду парламент, да, мы не знаем ни Вашей компетенции, честно, да, ни, там, нам никто не сказал то, что Вы на самом деле готовы к решению таких проблем. Потому что на самом деле, может быть, если бы рейдовая ситуация была, было бы не проблема, а вести там молодого действительно там обучить только за. Но сейчас, в данный момент, как Вы сами считаете, Вам тех компетенций, которые есть, Вам недостаточно? У Вас есть ли опыт в решении подобных проблем? У Вас есть ли видение, как вывести республику из данных проблем? Когда, как проектник, да, я всегда, допустим, говорил то, что я в течение полугода решу эту проблему. У Вас есть ли сроки в определении данных проблем? И дело в том, что у нас же эти проблемы, как Вы сказали, системные, которые закладывались в прошлых лет, и сегодняшний год, который шел уже, когда Вы присутствовали уже, он уже, соответственно, закладывался на следующий год. Да, у нас саранча никуда не делается, да, Вы сами прекрасно понимаете, в следующем году Вы также столкнетесь с этой саранча. Уже с этой личинкой каким-то образом есть ли программа по решению? Потом также, ну, уже чуть ко второму вопросу перебегая, по субсидиям. По субсидиям, мне, как говорили, то, что сейчас множественные субсидии посокращали другие, да, с других программ в пользу данной засухи. Ну, тут я хотел бы, чтобы Вы пояснили. Если действительно это так, то, что с других субсидий каких-то перекинули на проблемы по засухе, то как быть тем предпринимателям, КФХшникам, да, им откуда выживать, и, соответственно, ладно, выйдут. На следующий год выйдут там, но очень сильно пострадают. Будет ли еще какая-то помощь для того, чтобы дальше еще развиться чуть-чуть? Потому что эти 562 миллиона, которые поступили, как Арслан Анастасович сказал, вроде и этого, как бы, на данный момент недостаточно. И будут ли еще какие-то именно на развитии, да? Потом также, вот, я не знаю, вот, в тему этого, конечно, хотелось бы услышать, я не знаю, от главы республики, я не знаю, от предыдущего министра сняли у нас по недоверию, есть ли какое-то объяснение, что произошло, там, ну, я не знаю, наверное, может, это не к вам, наверное, к сожалению, но ты, Сергеевич, а нету. Ну, ладно, хорошо. Давайте я вот попробую прокомментировать, вот, даже последний вопрос. Все-таки, вот, я хочу вот раз на себя сказать, я, как бы, мне политика. А мы не говорим, что это политическое решение. Меня вот эти вопросы, как бы, не интересуют абсолютно. У меня есть проблема номер один, который должен справиться с этим. И тут вопрос не в том, что я или там кто-то, у нас в правительстве, как бы, имеется команда сплоченная, я считаю, и вот за полтора месяца я вот со многими коллегами не был знаком. Да, я абсолютно, как бы, человек со стороны. Вот я пришел сюда, и я это увидел, то, что поседатель правительства, глава республики и коммуники, вот сельскому хозяйству реально уделяют внимание. То есть, когда в последний раз вот такое было, я вот лично не помню, не знаю, хотя вот, я с отцом часто на эту тему разговаривал. Да, и вот в коридорах власти федеральных эта поддержка ощущается. Я думаю, вот эти средства, о которых мы сейчас говорим, я думаю, что мы бы даже их не получили. То есть, без поддержки рекордов. Это вот ответ, да, на вопрос. Наталья Ферина, я вас предупреждаю. А вот без разрешения, ну, потом ответьте человеку. А компетенции ваши, да? Потому что мы хотя бы и, соответственно, какой у вас опыт, чтобы нам понимать вообще, с кем мы, соответственно, сотрудничаем, ну, как работаем? Ну, по этому вопросу мы можем там в частном порядке проделать. Хотите, могу сейчас рассказать. Ну, это парламент здесь принято. Я думаю, давайте, вот, перерыв будет у нас. В перерыве. Кто-то знает, кто-то. Давайте по существу вопросу. Готовы резюме отправили. По существу вопросу. А по субсидиям? По субсидиям. А, я понял, да, споню. Смотрите, вот те денежные средства, которые мы сейчас будем перебрать на животноводство, это, они остались на статьях других, да, уже по которым там частично, либо полностью индикатор уже выполнен. То есть нет необходимости доводить их вот до конечности, то есть вход в ларопроценте. То есть мы понимаем, что сейчас в животноводстве реальная проблема, и в праве очередности мы туда начинаем перейти. Что мы можем помочь на оригинальном уровне? То есть мы тоже как-то же должны поддержать не только федеральные центры, но и на оригинальном уровне нужно принимать решения. Вот до того момента, когда была определена сумма, 162 миллиона, когда стало известно, что она будет доводиться, у нас была такая ситуация, что мы реально думали, что будем себе резать левую руку, да, или правую, то есть убирать мелиорацию, на которой там 217 миллионов заложено, и направлять животноводом. Но мелиорация для нас это тоже стратегическое направление. Вот этот год показал, что без него, там, без водорожаемых земель, нам здесь в таких наших условиях очень непросто продается. В целом перевоз вот этих 38 миллионов критично, некритично для средствого хозяйства. И как раз в этих 38 миллионов, они пойдут не только в эти 8 районов, но и в другие районы. Там 8,8 миллионов рублей пойдет на производство танкоровной шерсти. А это именно наши плензаводы, то есть это не получится такое размазывание денежных средств, там, по всем сельхозпространениям. А будет уже такое точечное. Большая часть из 38 миллионов, из 29,3 миллионов рублей пойдет на откор. Ну, не больше, а половины. Это тоже для нас интенсификация мясного скотоводства, тоже стратегическое направление. Тоже поддерживаем. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо, сейчас. Валерий Астальевич, потом. На Крыжевиче. Вот здесь, как в постановлении наше написано, обеспечивается степень индикаторов, да? Это уже основывается, не основывается. Ну, я думаю, что мы эти индикаторы не сохраним на 2021 году. И все сельхозпроизводители будут, должны вернуть эти средства назад. Потому что нет шерсти. Шерсть откуда? От кормов. А где корма? Кормов нет. Не растет. Проплод будет, не будет. Еще какой-то упитанности матки пойдет в обход. Только может быть, она сама себя сохранит, чтобы живая осталась. Не для их нет, может быть. И мы будем, даже, все предприятия, должны будем вернуть эти деньги федеральным. Ну, без них федеральным. Откуда они пришли. И вот по грубым кормам тоже, да? Вот вы сказали, что Мессер Холлс, он рекомендовал грубый корма. Ну, это, ну, я заканчивал университет в Томске. Это одна кормовая единица, это 1 килограмм опса. Стена, это самое лучшее, это 0,42 кормовая единица. И транспортный расход, если 30 тонн везет верна, это 30 тысяч кормовая единица. А если это везет КАМАЗ, грубая корма, это 0,42 корма, ну, пусть 0,50 корма. Это 300 улонов, это 0,3 кормовая единица. Ну, это вообще в разы меньше. И что нам легче, как-то спасти животноводство, кормовая кормами, грубыми кормами или концентратами или фуражом. Здесь и транспортные расходы же большие будут. Потому что сейчас все делают рулоны. Мы рулоны не можем навозить, там, 30 рулонов, это, это, например, 9 тонн всего. Это 300 килограмм, это 9 тонн. И только будем воздух возить. Поэтому по федеральной трассе нас никто не запустит, допустим, расход лучше везти, там, по 90, по 60 рулонов. Никто не нас пропустит. Поэтому здесь надо, как-то, что-то, наверное, посмотреть, да? Максим Иванович, чтобы как-то, ну, на концентрированный корман мы завозили, не грубый корман. Они, у них, акцент, то, что парки есть, значит, на грубый. А почему вы не можете сейчас покупать концентрированный корман? Не, мы покупаем. Мы покупать? Не. Покупать мы же даем нам условную голову. Не, я говорю, вот, они уже сказали, что они рекомендовали на грубый корман. Когда это было, это было уже полтора месяца назад. Сейчас мы идем не по пути компенсации затрат. Мы идем на условную голову. Сейчас можете покупать абсолютно любой корм. Там, гранулы, там, зернофураж, там, грубые корман. А ты, слушай, пока были на кормах, мы здесь не закупили 800 тонн. Пока мы не раздали деньги, мы на свои деньги закупили эти вещи. Чтобы знали, что цена поднимется, и сейчас цена поднимется уже 15-15. Правильно сделали. Правильно, правило, на 12-15. И вот замокли, на 5-15. Ну, в худшем варианте. Ну, это по индикаторам. По поводу индикаторов мы в курсе. Мы уже, я не знаю, все прекрасно понимают, что индикаторы, плановый индикатор на 21 год выполнены не будут. Это уже все, как бы, не нужно быть там 7-5 его года, чтобы это понимать. Сейчас мы с федеральным центром этот вопрос прорабатываем. Скорее всего, штрафов не будет, потому что у нас все-таки мораторий ведет по постановлению 3-9 из-за ковида. Я считаю, что высока вероятность того, что мы не будем возвращать деньги к средствам. Но, еще раз говорю, этот вопрос необходимо прорабатывать. Мы будем тут остаивать наши интересы. Пока определенно, точно сказать не могу. Уже, я думаю, давайте чуть позже мы вернемся к этому вопросу, когда уже мы сами проработаем вместе с федеральным центром. Понимаете, тут нужно взаимодействовать уже с Министерством России. Я думаю, у нас в том, что эти вопросы, которые прозвучали, уже говорят о знакомстве с министром. Его подходы, его стратегические направления, мысли практически, ну, что-то он пока в форме стратегии видит, другое реализует. Третий, от нас ждет предложение Валера, от вас, от Амсора Викторовича, от других товарищей, которые на земле работают. Не понял, сможет ли еще один вопрос? Ну, тогда и другое. Валерий Викторович, сейчас все, все поголовье, Яшск, наш район, Фемеров и Кабрунский район, они все в нашей стороне, туда в заповеднике, заказники там находятся. Ну, воды по тенге нету. Сейчас вот вода закончится, которая осталась, она по федеральному манистальному каналу. А без воды тоже овца не сможет прожить, потому что у нас тоже будет беда. Ее негде будет брать, завозить, допустим, для паения овец. Это, ну, это будет большая беда вообще. Чтобы привезти воду, это плюс, наверное, ну, совести лозить или откуда, вот такие, яшку нету, водоке нету. Ну, здесь на досадке нету, уже тоже пересохло все, только здесь совести лозить, а за 120 километров, он сможет. В этом году они уже должны закончить, там, ведется реконструкция, если я не ошибаюсь, протяженностью 120-130 километров. И это тоже, как бы, я считаю, большой успех, то, что такие работы проводятся в данный момент. И в начале следующего года воду дадут. Буквально, спасибо. Руслан Сеевч, пожалуйста. Узнаем в целом привет, у меня большую тайну открыть, только вы особо никому не рассказываете, хорошо? У нас в Калмыкии всегда уделялось особое внимание сельскому хозяйству, уже на полосу, потому что это наш образ жизни. И просто как будто вы только-вот только пришли и тут начали как будто заниматься сельским хозяйством. Спасибо большое, конечно, но у нас всегда, чтобы знали, занимались этим и уделяли особое внимание. Во всех правительствах, во все времена, и в Советском Союзе, и в Российской Федерации. Потому что это, как вы сами заметили, у нас огромная часть проходная. Также я вам хочу пожелать удачи искренней в решении всех этих проблем, которые на нашу голову общую столкнулись. И считаю, что молодость не порог, а мудрость и возраст это неси на нема. И тоже приветствую ваше решение, ваше заявление о том, что вы хотите прийти к большей подрачности и о том, что вы не политик. Но по вашим заявлениям, как будто все-таки вы занимаетесь политикой. И тоже в ключе именно подрачности, хочу вам посоветовать поменять состав комиссий, которые занимаются распределением субсидий в Минске Хозе. И я знаю, что вы предъявляете общественников, но вот тоже, хотя бы по этому поводу, да, можно привлечь большую аудиторию общественности и депутатского корпуса. Только в нашем составе заседают четыре успешных животновоза. И думаю, их опыт вам поможет и как минимум еще не будет. А один у вас работает в вашем победе. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы мы завершили. Пожалуйста. И будем завершать вопросы, да? Да. Уважаемый Максим Пиржеевич, у меня вопрос в продолжении, наверное, созвучен вопрос с вопросом Мазикова. Наталья Сергеевна, она озвучила на основании распоряжения правительства Российской Федерации. Я снова возвращаюсь к нему, которое подписано 31 октября текущего года, да, за номером 2838. Речь идет все-таки о предоставлении Республики Калмыкия межбюджетного трансферта, заключение соглашений по шагу до 1 декабря, контроль за целевым использованием со стороны Минсельхоза России до 1 февраля 2021 года. У меня в этом распоряжении в тексте озвучено уже, скажем, количество хозяйств, которые получат необходимую помощь, да, это 54 сельхозорганизации, о чем вы, в принципе, сказали, и 1400 христианских первостей хозяйств. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день в рамках именно информационной комиссии, о чем вы озвучили, реестр этот актуальный. Если есть из 54 сельхозорганизации, назовите значимой, которым будет оказана эта помощь в соответствии с распоряжением правительства. И второй вопрос. Вы обозначили сумму средств, которая идет за счет имеющихся лимита в рамках госпрограммы нашей, республиканское развитие сельского хозяйства 38,4 миллиона рублей, которые пойдут на поддержку, я так понимаю, целевую, о которой вы сказали. Но у меня вопрос, как быть с пятью районными муниципальными образованиями, которые не вошли в перечень господдержки с федерального бюджета. Планируется ли вам, как министром сельского хозяйства, инициирование вопроса именно по адресной поддержке крестьянных федерских хозяйствам на территории 5-ти оставшихся районных муниципальных образований? Спасибо. По второму вопросу. Все упирается в финансирование, в наличии средств. Те средства, которые имеются у нас в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, мы их, конечно же, доверим. По поводу первого вопроса, по поводу распоряжения, да, это приезда актуальность, вот насколько актуальность, покажется уже пересчет поголовья. Надеюсь, в течение двух-трех информации. Как мы совершили, то уже можно точно, сколько именно на сегодня имеют поголовье, кто функционирует и кто в итоге получит уже федеральные средства. То есть, визитированных фондов. Тихо, Маркин Петрович, 54 сельхозоорганизации, назовите крупные, которые получат. И второй вопрос, по республиканской поддержке 5-ти районных муниципальных образований, не вошедших в перечень распоряжения правительства России. Так, по поводу крупных сельхозоорганизаций, которые наибольшее количество поголовьев. Соответственно, они получат больше, как бы, субсидий, математика простая. Не вижу смысла перечислять, как сделаны расчеты. Нет, Маркет, я все-таки, я одно не пойму. В части информационной открытики, коллеги об этом сказали, распоряжение правительства Российской Федерации подписано с 1 октября. В честном распоряжении указано количество получателей. А, ну хорошо, я предлагаю, мы можем вам вот эти списки отправить. Волны список, да. Мы договорились завершать вообще, рассмотреть. Нет, вопросы, вопросы, вопросы. Вопросы и пожелания, что времени. Сергей Юрьевич, вот вы сегодня все говорили и задавали вопрос, и все, наверное, условно ждут, да, когда какие строки будут согласованы, на раз, были согласованы, это не точка, которая вами сегодня позволена. Да, я, для народа, не сердце России. Минский хвост России настроен тоже в кратчайшие строки, потому что тут в интересах как бы двух ведомств, не сомнения. То есть нам, правительство России говорит, сделать это первое, но наш интерес сделать это раньше. Почему? Чтобы мы успели принять документы от Агрария и уже комиссионно, коллегиально принять решение о доведении от СМСИЗа. Хорошо, спасибо. Ну и пожеланиям, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, время действительно непростое, сложное. И сегодня Максим привлечет первого его выписа официального выступления на артисте Народного Хурара. Простойно действительно представил свою информацию, свое понимание, свое зрительное. Не обращение, не обращение, благодаря Анатолию Сеевичу. Это знание, по-своему депутатам. Вот, кратиковать всегда легко, всегда не нужно даже. Поэтому сегодня мы с этой границей вам предложили. Мы его слушали, что это все оплачается для обсуждения, для того, чтобы не каждый свои предложения, для жизни, для детей. Поэтому, так и в том числе, они были интересные документы. В этом году мы помогли всем нашим избирательным и жителям из СССР и Калмурки решения данной главной задачей. А вам большое спасибо. Калмурский государственный университет готов и готов работать, если такая необходимость будет. И вы об этом скажете. Пожалуйста, пожалуйста. И Калмурский университет ученые сегодня готовы. И вам большое спасибо за оценку наших преподавателей ученых в нашей Калмурской государственной университете. Спасибо. Необходимость 100% будет. тем более наш единственный государственный университет я считаю, всегда нужно в любом случае поддерживать и оценить и спасибо большое за пожелание будем стараться все работаем на одну цель, на благо республики Максим Григорьевич, я бы хотел тоже вам пожелать свое высказать если сегодня так благодушно все это прошло, значит не только в том, что в дальнейшем вас будут требовать по поводу программы значит то, что вы сегодня нам предлагали это понятно, но вы понимаете, что вы пришли в высший орган законодательного республики Калмыкия, естественно через нас отображается бюджет, через нас проходят средства, и естественно конечно, как я, например, как зам, который руководит вам, всегда хотел помочь, но это необходимо делать постоянно, на постоянной основе и системе если есть коллегия нас, приглашайтесь беспокойно, я на заде распоряжения значит, председатель мне не говорит вы напрямую не делаете это первое, второе, все пожелания, которые я сегодня высказал, но естественно, конечно искренне пожелаю, потому что мы понимаем, что вам очень сложно работать поэтому подготовка к осенне-земнему периоду, это не только, например, раздача денег вы говорите, готовить ГСМ, значит подготовить, значит, технические средства значит, по дорогам, муниципальную дорогу сегодня отработали по одним программам когда будет снег, значит, и мы будем как дорогого хвататься, мы в городе с дорогого хватаемся а в степле это, естественно, в первую очередь я почему сказал сегодня, что штаб существует или нет развитие программ и мероприятий сегодня уже должны быть подготовлены сколько ГСМ надо, сколько техники надо и так далее, и так далее, и так далее мне вот сегодня вопрос, где у воды будет зимний период это очень сложная проблема поэтому для пожеланий, пожалуйста, учтите и вот сегодня, значит, нам сэр Викторович рассказывал он человек очень такой, сложный человек и все остальное ну, тот опыт, который он приобрел в течение 20 лет вы посмотрите а корм, который он отладил на сегодняшний день в республике Умыки, в ближайших которые у него есть областях нет такого у него там все четко отладано пойдите на встречу, посмотрите, проведите там семинары, он сейчас провалили там сложный момент распространить этот опыт и самое главное, значит, там работа идет не количество, а качество то есть там считают, например, сколько а сколько стоит себестоимость 1 кг мяса выгодно это не выгодно всегда был так центр значит, гектар и так далее, и так далее поэтому я хочу, чтобы все-таки вы это учли не смотря на что кто он там такой эмбирал там коммунист там Единая Россия или кто-то если опыт есть приобретайте его и последнее значит, мы всегда говорим, что скот, скот, скот и скот если, например, будет падеж то еще что-то, еще что-то на мой взгляд, мне кажется в первую очередь это земля и будет земля, будет скот и еще немного важных, конечно, людей есть программа государства по устойчиву развития села прошу вас обратить на это внимание потому что через нее мы получаем субсидии и развиваем это все очень многие вещи то есть там и субсидии и так далее, и так далее, и так далее возьмите себе на заметку значит одному из вам поручить постоянно мониторить что будет ситуация это очень важно значит и еще один момент который я бы хотел вам пожелать значит мы с горем пополам будем говорить например, о законе о полтороне земли в республике колнуки бились долго и вы знаете вы будете в свое время сопротивляться когда будет дополнять необходимое но к сожалению нам вот этот сегодняшний год 2021-2020 год показал что если мы не будем заниматься пастбищей и вообще полтороней земли значит, так не кладывать деньги значит дело будет плохо поэтому вот эти вот пожелания которые сегодня высказали наши коллеги что там пошли ну и добрый путь но выездом требуется вас конечно по полной спасибо пожалуйста, пожелания пожелания у меня да мне не хочется ничего желать абсолютно максимуму потому что мне больше хочется лет через пять поздравить его если будут результаты и обнять и пожать руку да если действительно что-то такое позитивное произойдет в сельском хозяйстве так поэтому пожелания у меня нет а вот просто прикидка по вот этим субсидиям сколько вы ну вы же уже так посчитали примерно вы же знаете сколько поговорили в каждом районе в каждом фермерском хозяйстве и в каждом племенном предприятии или крупном сельском СКП сколько примерно на одну голову выпадает ну не могу в диапазоне сказать если не против где-то будет от двухсот пятидесяти до двухсот до двух тысяч трехсот вот где-то так на условный голову как раз понятно спасибо все понятно уважаемые коллеги ну завершились пожелания все вы просто действительно поставил знакомство с ними на этого для пользы дела в общем разговор другой он для пользы и этот разговор который вы предложили мы его проявили у вас проект на руках уважаемые коллеги есть какие-то замещания по проекту так давайте давайте подробности сможет да пожалуйста ну этот уважаемый Максим Петрович я не задавал вопросов и с вашего выступления и вопросов на ответы я услышал все что хотел поэтому сейчас вот по постановлению хотел два слова сказать значит это Валерий мы здесь внимательно читали с ним это постановление оба обратили внимание на фразу обеспечить достижение целевых индикаторов но вы уже на это ответ вполне нас благодаря но я хотел еще раз попросить или сказать о том что вы до конца сейчас получается из вашего ответа вытекает до конца не уверены что порядок предоставления субсидий будет носить характер компенсационный или на одну условную голову вы сказали уверен что скорее всего на условную голову мне хотелось бы чтобы это ваше пожелание устояло чтобы именно порядок предоставления субсидий носил характер на одну условную голову я думаю вы хорошо отдаёте отчёт что если всё-таки будет принято решение о компенсационном характере выплаты то из этих 54 сельхозорганизаций и 1416 христианских хозяйством у многих не будет оснований получать эти субсидии поэтому здесь вторая головная боль будет возвращать не возвращать эти деньги а если раздавать то на каких условиях и второе что я хотел бы сказать да вот всё-таки целевые индикаторы мы говорили я обращался Юрий Викторович он согласился с этим нам всё-таки надо подумать насколько всё-таки будет целевые индикаторы уменьшены нас же не устроит что если они сохранятся или упадут на 10% поэтому и потом целевые индикаторы это часть всего выходного поголовья или только маточного поголовья потому что если решение будет принято после нового года то уже будет поздно мы же уже отчёты на первое число сдадим поэтому я хотел бы в этой части ещё раз вас попросить чтобы это решение было принято именно в оставшиеся полтора месяца с персективой на те субсидии которые придут в первом квартале на 2021 год спасибо за внимание так пожалуйста Ваши пожелания проекты я предлагаю здесь создать рабочую группу нет есть написано я предлагаю создать рабочую комиссию надеюсь не следую с целью контроля и в общем я считаю что мы должны часть депутатов особенно программного комитета они должны туда войти для того чтобы мы должны расширенно принять отношения помочь министру с хозяйством охватить невозможность поэтому есть такое предложение она должна не следить пусть ее посадят и усилить согласование и усилить депутатами тоже не сидели здесь не рассказывали как надо работать с хозяйством а выезжали на места и там проверяли смотреть я думаю что это будет нормально я думаю это принимаете пожалуйста еще слова уважаемые коллеги но я тоже хочу поблагодарить в первую очередь группу депутатов которые были представителями из трех фракций единодушие полное в части обращения президенту страны по последствиям почвенной жертвы произошедшей на территории республики Калмыкия и сегодня результат принятого распоряжения правительства 31 октября 2020 года принятый на уровне федерального правительства говорит о том что депутатов законодательного собрания слышат поэтому огромное спасибо тем представителям фракций которые подписали это письмо сегодня об этом сказал и министр о том что необходимо взаимодействовать и проект постановления который сегодня предлагается к рассмотрению его необходимо доработать доработать в какой части предусмотреть региональные меры поддержки в рамках трехлетнего бюджета о чем говорил автор Васильевич что мы должны было обсуждать сегодня но его нет к сожалению но в виде цифры адресные меры соцподдержки тем районным муниципальным образованием перечень на которые ссылался и министр сельского хозяйства семь районов они официально указаны в распоряжении правительства Российской Федерации предусмотреть меры поддержки региональной в рамках трехлетнего бюджета спасибо спасибо уважаемые коллеги с учетом завещаний можем проголосовать пожалуйста проект на руках по соответствующему теме правительственного часа прошу большинство достигнуто решение принято спасибо уважаемые коллеги у меня доклад у меня будет очень короткий пользуясь своим правом соцветить регламентом работы статья 10 часть 2 я вношу предложение освобождение от должности первого заместителя председателя Народного Урала по инициативе председателя Народного Урала соответствующее право закреплено есть право предлагать как и депутатам есть право инвестировать освобождение вот проект у вас значит ответ есть с законом пожалуйста уважаемые коллеги Анатолий Васильевич остался правда только на одну часть действующего регламента и действующего республиканского законодательства у нас статья 5 общий порядок и срок полномочий который определен регламентом Народного Урала председатель Народного Урала первый заместитель или заместитель председателя Народного Урала избирается на срок полномочий Народного Урала Парламента Республики Калмутя 6-го созыва этот срок полномочий у нас в коллегии стекает в 2023 году сегодняшний вопрос который выносится это инициатива председателя Народного Урала в соответствии с действующим республиканским законодательством это право есть в том числе и у депутатов Народного Урала инициировать эти вопросы объяснение наверное причин говорить и мне сложно на 7 октября начинается заседание президиума Калмутского регионального отделения партии Единая Россия которое прошло с участием пяти депутатов Народного Урала которые входят в президиум Единой России голосование возведено меня сняли с партийных постов первого замсекретаря партии Единая Россия 22 октября в 9 часов утра вы коллеги провели члены фракции Единой России свою фракцию свое заседание фракции хотя действительно по объективным причинам было срочно вызвано в администрацию президента Российской Федерации на основании открытого письма которое мы подписали представители трех фракций в адрес президента страны Эти вопросы касались жизненно важных тем которые сегодня интересуют каждого гражданина республики Калунти Это санитарная и педагогическая ситуация возникшая в связи с распространением коронавирусной инфекции Обращаясь к президенту страны основную цель которую мы хотели довести до президента страны необходимость срочного строительства многофункционального быстро возводимого инфекционного госпиталя Таких примеров достаточно в Российской Федерации это быстро возводимые модульные конструкции которые строятся по линии ЧС Российской Федерации Сегодня вы видите примеры что сегодня и ТВА которые имеют возможность иметь этот госпиталь Мы на сегодняшний день имеем возможность на уровне правительства Российской Республики Калмыкия Юрий Викторович Зайцев проводил рабочее совещание где уже в принципе проговорено срок Мы официально этот ответ тоже получили со стороны администрации президента Российской Федерации Этот вопрос сегодня и такая консолидированная позиция трех руководителей Франции в Народном Хурале позволила донести сегодняшнюю ситуацию возникшую в Республике Калмыкия на федеральный уровень Второй вопрос который мы подняли спасибо и представителям Аграрного сектора сегодня Нашур Викторович представляет Аграрный сектор подписал это письмо Ибаукина Антолия Александровича Люди из села которые знают сегодняшнюю ситуацию возникшую с почвенной засухой Это письмо также было обращено то есть именно посыл законодательного органа на сегодняшний дел дал возможность сегодня наверное говорить о том что есть положительные сдвиги есть распоряжение правительства Российской Федерации есть внесенные изменения в государственную программу Республики Калмыкия по развитию сельского хозяйства Республики Цель была благая Другое дело коллеги что сегодня вы принимаете решение по мне как по первому заместителю председатель народного права иметь это право это право имеет председатель инициировать но вопрос в том что мы вместе с вами избирались 8 сентября 2013 года мы несем мы несем с вами ответственность перед каждым гражданином Республики Калмыкия за каждый вклад каждого из нас что мы сделали находясь на площадке законодательного органа в решении злободневных проблем Республики поэтому коллеги завершая свое выступление хочу сказать это не громкие слова президент страны в своем послании к федеральному собранию сказал мы один народ мы единый народ и Россия у нас одна вот те субъекты сегодня которые олицетворяют наверное ОСТО в Российской Федерации это в том числе Республика Калмыкия да она Градная Республика уделенный вес в региональном региональном продукте сельского хозяйства огромен Ачерс Андреевич присутствует здесь как первый заместитель председателя правительства министр финансов он знает что без реальной поддержки мы с вами кроме сырья о чем сказал профильный министр сельского хозяйства предоставить в будущем не сможем нам необходимо консолидироваться и очень приятно что об этом сказал министр сельскохозяйства они готовы взаимодействовать с депутатским корпусом жаль что меня не было на 18 очередной сессии но я зато пообщалась в администрации президента Российской Федерации с первым заместителем руководителя управления по внутренней политике Горславом Евгеньевичем у меня была двухчасовая беседа у меня была возможность рассказать о той проблематике которая сегодня на сегодняшний день есть в республике это и принцип разделения властей который качественно закреплен и степном уважении в законе о народном хурале это возможность во имя государственных интересов каждый день что-то делать поэтому коллеги у меня в заключении единственное к вам пожелание подумайте поскольку за вами стоит избиратель и ваше решение сегодня 7-минутное которое вносит едино лично председателя народного хурала а в соответствии с законом о народном хурале председатель народного хурала избирается из числа депутатов и под отчет народному хуралу поэтому мое мнение сегодняшнее такое прошу меня поддержать спасибо хорошо уважаемые коллеги ну согласен Александр в рамках отведенного времени сказала действительно значит депутат имеет действительно право полное право для решения всех тех задач которые есть и те проблемы которые были в плане представлены со мной они имеют место быть но сегодня вопрос стоит несколько в иной плоскости вопрос что первый заместитель представителя народного хурала что руководитель фракции выполняет свои полномочия только с разрешения председателя народного хурала по поводу первый заместитель профессионально народного хурала представляет руководитель фракции да это фракционная работа мы уже там рассмотрели фракция только с согласия фракции согласия у вас у вас какие-то межпожения не-не-не я просто поясню никаких ничего нет вопрос пожалуйста вопрос к инициатору этого вопроса значит согласно статье 10 нашего регламента вопрос об освобождении от должности заместителя рассматривается при поступлении личного заявления председателя народного хурала вот я сейчас вспомнила первую организационную сессию нашего созыва и я помню как вы представляли на должность первого заместителя Соборова Александровна было сказано много хороших слов но я присутствовала на первой тесне я вот открываю следующую статью регламента где перечисляется полномочия первого заместителя здесь ничего не сказано о его подотчетности партийному руководству мы первого заместителя оцениваем по его работе в Урале вы путаете две вещи да вы можете там как секретарь Единой России иметь какие-то претензии к члену партии в данном случае мы рассматриваем работу первого заместителя и мне такой вопрос раз уж вы инициировали этот вопрос перечислите те статьи пункта регламента полномочия заместителя председателя народного курала с которыми она не справилась на основании чего вы вносите этот вопрос на рассмотрение сессии я отвечу уважаемые друзья в принципе у нас до 24 сентября были выстроены нормальные рабочие отношения не было в общем-то больших противоречий ну какие-то противоречия бывают у каждого человека в принципе были выстроены до 24 сентября после 24 сентября значит Соглари Санна самоустранилась это выполнение своих обязанностей в прямом смысле это слово значит она понятно участвовала в составлении письма приглашала вас там или ездила я не знаю но потом по сессу фракции выросла но об этом партия разобралась и вот в течение полутора месяцев мы с Соглари Санной не общаемся я соответственно ну вы сделали это другой вопрос 24 25 26 27 28 пишу 28 Соглари Санна с доброй мыслями даже мысли плохие в голове не было Соглари Санна нам надо очень важный вопрос до уезда в Москву нам надо обязательно встретиться проговорить есть вопросы практически написано важно надо встретиться запись делала Барья вот моя секретарь вы ее хорошо ставите запись здесь телефон значит ответа после этого нет к сожалению и прошла первая сессия Соглари Санна не участвует в подготовке то что ее нет до 2-3 дня нет не в самой сессии до сессии до сессии ну и в Москву вы меня не поставили в известность ездили без командировки условно значит кто вас вызывал куда вызывал все это понятно но есть определенный порядок движения заместителя мы сейчас вас рассматриваем как первого заместителя никак не путаться как первого заместителя председателя все ваши действия там быстро изберятся с председателем который поручения и распоряжения по вашим полномочиям пропитаны там единственное в законе без распределения выполняется только мое отсутствие вы первый заместитель исполняете соответственно обязанности председателя ни разу ни разу я провел все сессии 3,5 года вернее 3,5 срока провожу сам все сессии несмотря ни на здоровье ни на возраст о чем намекают третий сосед поэтому я ну может я поэтому уважаемые коллеги значит ну работ полтора месяца с Агларистанной на работе нет общения с Агларистанной нет она курирует структурные подразделения так в распоряжении написано в регламенте и сначала в моем распоряжении по функционалу взаимодействовать как и заупредник ну не взаимодействовать потом да я ссориться зачем нам ссориться я показываю что полтора месяца рабочей ситуации нет самоустранилась Агларистанна самоизолировалась оделась на меня на главу еще на кого я исключаю я ну со мной же надо общаться я же председатель вы на удаленке а удаленке есть удаленная значит самоизоляция предполагает работу с документами с заключениями с подготовкой вопросы на сессии но я же не могу в таких условиях как председатель дальше продолжать работать со своим заместителем вы все руководители давайте каждый из ваших заместителей будет вести свою линию правильную неправильную это уже согласно поэтому я как руководитель считаю что заместители пока я работаю заместители должны выполнять поручения председателя согласно для этого произнять именно эту должность первый зам нет можно услышать ответ на свой вопрос еще раз Анатолий Васильевич какие пункты статьи регламента были нарушены согласно Александровна вот я открываю статью 9 полномочия заместителя председателя народного права по поручению председателя народного права он замещает его только в нескольких случаях замещает его в случае отсутствия по поручению председателя представляет народный хурал взаимоотношения с республиканской властью я не буду перечислять дальше по поручению председателя народного хурала представляет народному хуралу доклад о деятельности народного хурала по поручению председателя народного хурала вручает почетную грамоту все имеет полномочия по вопросам организации деятельности вот то о чем вы говорили это не организация Я защитую вам закон. И я хочу сказать, вот в вашем ответе было больше, в общем-то, апелляции именно к вашим каким-то взаимоотношениям. Никаких. В основном, в течение этого срока, о котором вы говорите, я несколько раз была в курале. Постоянно заходила в вашу приемную, вас тоже не было на месте. Мне говорили, что председатель отсутствует по каким-то причинам. Это не значит, что я на основании этого выдвигаю вопрос о сложении полномочий председателя. Я согласна выдвинуть этот вопрос. А недоверие я уже говорила. Я хочу сказать, что вот регламент ваш, есть пункты, да? Спасибо. И ни один из пунктов... Я услышал. Но слово поручения председателя очень ключевое. Теперь закон. Статья 20 закона о народном курале предполагает, что с распределением обязанностей, утвержденных истинным распоряжением председателя, они есть, состоящие там из 13 пунктов. И по поручению председателя... Вот первый заместитель выполняет соответствующее поручение. Первый заместитель председателя народного курала, по поручению председателя народного курала, парламента, представляет народный курал, в взаимоотношениях там. То есть любое письмо, любое взаимоотношение должно быть исполнено в связи с поручением председателя народного курала. То есть первый заместитель. Заместитель работает в связи с поручением и распоряжением народного курала, как государственные должности. Как депутат? Да. Организовывай встречи, проводи встречи. Это право каждого депутата. Но как человек, занимающий государственную должность, это регулируется соответствующими нормативными документами. Поэтому, уважаемые, я к тому, что Казачков председатель, Иванов председатель, Манжиев председатель, заместители должны работать... Ну, может, не исключаю, в последующем. Значит, должны работать на соответствии с поручением председателя. Личное поручение, мы не говорим, но когда с 24 сентября все пошло по личному сценарию, ну так же не бывает, согласен. Я тебе говорю, ну так не бывает. Ну вот, я ответил на ваш вопрос. Я искренне, я очень сожалею, кстати. Я очень сожалею. Я хочу, раз уж вы отвечаете на мой вопрос, я хочу дополнить свой вопрос. Вот в вашем ответе на самом деле больше прозвучало некоторое... много эмоций, много личного в отношениях. На самом деле, тогда Александр, как руководитель фракции, Единая Россия на Родном Курале, имела полное право подписать это письмо. Это обращение к президенту республики, что особенно в той ситуации, в какой оказалась республика Калмыкия. Она не только кризисная, она катастрофичная, эта ситуация. Вы, как председатель, должны были ее поддержать. Вы должны были ее поддержать. Вот мне, например, Сергей Михайлович Миронов, после того, как все это вышло в Вашингтон СМИ, везде было опубликовано, он мне лично позвонил, председатель партии, и сказал, вы совершенно правильно поступили, я вас поддерживаю. И вы также, как секретарь партии Единая Россия на Республике Калмыкия, должны были с ней поговорить и сказать, вы правы, вы молодцы, что поддержали эти две фракции, подписали это письмо. В интересах Республики Калмыкия. А вместо этого вы просто, ну, человека взмолвите. Мало того, что вы там, ладно, это партийные разборки нас не касаются, это ваши внутренние дела, но здесь речь идет о работе народного хурала. Это уже не ваши личные разборки, это государственный орган Республики Калмыкия. Вы постоянно забываете об этом. Мы живем, мы работаем, как в каком-то феодальном царстве, вы как феодат. Я решил, я инициировал, я сделал. А вот эти вот 26 человек, которые, депутаты, которые здесь сидят, я не знаю кто. Вот в какую роль вы нам отводите? На самом деле на выборах голосовали не за Казачков. Голосовали, может быть, кто-то. Какая-то часть ваших избирателей голосовала за Единую Россию. Какая-то часть. Был большой сброс классификации. Видео с Айсенхой Лаевой по-моему облетело весь мир. И все прекрасно знают, как победила ваша фракция. Как победила наша фракция? Как победила? Когда с лофанными пакетами на одном из участков просто вбрасывают в бюллетени, это было уже понятно. Вот прошли выборы 13 сентября. Торбинский район, участок номер 153. На 6 часов. Маленькое село Хануково. На 6 часов проголосовало 100, 175 человек. За 2 часа пробежало 206 человек. Это нормально? Нет, это было плохо. И такое было во многих селах. Мы сейчас вот судимся. Я партификацию не поддерживаю. Я хочу сказать, что народный курал это не феодальное царство. И нельзя так вот расправляться с человеком только потому, что он имел там смелость. Может быть, это первый гамстанский поступок с Глазой Александровной. Что она имела смелость подписать это обращение. И только за это вот вы сейчас человека стараетесь там лишить всех ее постов, всех должностей и так далее. Лично мне, я против. Я считаю, что, в общем-то, я обращаюсь к депутатам народного хурала, нельзя поддерживать такие решения. Иначе мы просто, вот, как вам сказать, идем на поводу, ну, у человека, который, ну, который не то, что неуполномочен представлять народный хурал. Он потерял доверие не у нас. Вы потеряли доверие у избирателей из публики колонии. Хорошо. Спасибо. Но вы говорите там о своей партии. Мы знаем, сколько человек в вашей партии. Ну, если вас поддержал ваш руководитель, нам хорошо. Но наша партия поступила по-другому. Она расценила действия руководителя фракции как провокационное. Ну, я, как есть, сказал об этом. Я говорил об этом на президиуме и так далее. Ну, это уже другой вопрос. Сегодня мной внесено предложение. Вы свою позицию высказали. Пожалуйста, желающие. Антон Сергеевич, я бы попросил коллег тоже не пробовать партию. Зачем? Вы сказали, что это наша внутренняя партия. Вы там путем спорить фальсификации дополняли. Ну, все, уже у вас работают. Все, пожалуйста, тиши, тиши. Вопрос Наталья Сергеевна. Ну, не сдержана нас такая. Еще раз. Коллеги, ну, решение партии это внутрепартийные дела и, в принципе, право в соответствии суставам. Они, в принципе, право умеют принимать любые решения. Ну, мое личное мнение, мне кажется, что Саглана Александровна спасла вообще лицо партии, само партии на территории дисциплины подписав это заявление. Почему? Потому что она была не спонтанна, не с учетом пиара, не сфакционной работы и все остальное. Вы же прекрасно понимаете. Дравомышленный человек, который прочитал это заявление, прекрасно понимает. как ежа сужом свистели, эти три партии, это просто невозможно. И ни одной территории Российской Федерации в таком плане Единая Россия, коммунисты и Справедливая Россия подписали все требования платить дефракции тем, где Ему. Значит, это была чрезвычайная ситуация, и мы вынуждены были взрослых разиться. Да никто не взрослых тут вот иронизирует председатель СИД, а сам рассказывает стране благородность, каким образом он здесь сдает депутатов, и как он я еще раз говорю не перебивайте не надо не перебивайте пожалуйста я не повышаю голос, а вы не перебивайте меня. Значит, я еще раз говорю у вас какая привычка есть? Значит, я просто хочу сказать, то, что решается по партии это ваше право, право и все остальное. Но второе, заместитель председателя народного права это должно стоить и в принципе есть совершенно другие законы и трудовой код и все остальное. Сегодня партия таким образом решила. Но это партия решила. Сегодня сидят депутаты народного права и вопрос решается о снятии с должности первого заместителя за то, что она подписала. Вы, извините, вы решение по партии приняли, сняли с их должностей. А почему тут первый заместитель? Каким образом отношение партии она имеет, раз вы хотите так сказать? Далее на мой взгляд мне кажется вот эти представители неправомощно поставил вопрос почему? Потому что он не хочет мотивировать свое заявление об отзыве первого заместителя должен снять не хочет мотивировать. Почему? Мы не знаем. Тогда на ком основании по председателям должны голосовать за то, чтобы снять человека? Я хочу вам сказать завтра Заклама Александровна обратит в суд. суд а это скорее всего будет так потому что нарушены сам принцип например закона каким образом вопросом у меня был был ли хоть одно замечание выговор соответственно приказ распоряжение о том что человек нарушил должностные обязанности ваше распоряжение ваше поручение или нарушил трудовой кодекс прошу пожалуйста ответьте я скажу что основатель я коротко сказал основатель достаточно полтора месяца согласно не работаю хорошо понятно ответ понятно теперь я хочу вам сказать подождите давайте 24 числа 24 числа глава республики глава республика уважаемые уважаемые коллеги дайте до конца высказки значит 24 числа сентября значит глава Александрова вызвал глава республика там состоялся разговор глава республики пошла там состоялся разговор при разговоре глава предложила ей написать заявление уйти когда отказалась он начал там я могу только пересказывать то что она не говорила он ей начал угрожать там какие-нибудь исследования или еще еще что-то вы меня извините тут я хочу обратиться к вам вас кто подписал 11 10 человек значит вас вызвали значит и сказали значит отзывы подписи вы значит 4 человека свою подпись отознали хотя вы правильно сделали обратившись ну вы отказали а что вы хотите от женщины которая пригласила глава и сказала значит напиши заявление и сегодня председатель говорит мы должны свою коллегу защищать от таких ситуаций завтра не только это коснется имейте ввиду это коснется всех депутатов которые здесь все за этим столом ведь таким образом значит Бог расправляет с человеком который имеет иное мнение и совсем по-другому воспринимает ту ситуацию в которой шла жест у нас республика поэтому я обращаюсь к вам коллеги когда мы разговоры поднимали я вам четко я вам сказал здесь никакой политики нету есть вопрос сидит значит вопрос стоит о том чтобы например необходимо из этой ситуации выходить ковид засох и так далее и так далее так же был разговор так и я считаю что приняв сегодня решение каждый берет на себя ответственность за то что дальше будет продолжаться а это у меня вот просьба к вам к депутатам единой россии вообще странно как получается коммунист защищает первую заместительную председателя которая на фракции единой россии не присутствует сейчас на счету голову как ударил а почему тут вообще коммунист но она наша коллега и принципе на мой взгляд она выполняла свои функции как первый заместитель председателя добросовестно всегда профессионально значит и у нас претензии вот возьмите 27 человек у нас претензий никогда не будет и председатель вполне возможно но он не хочет мотивированно говорить как ему можно вообще-то делать поэтому я считаю что вопрос первое председательное второе я сказал когда просится в суд и вернут опять на это место значит за счет каких средств мы будем сейчас выплачивать и потом вы меня извините тогда зачем мы это все делаем подпускать вопрос если нет никаких причин поэтому я обращаюсь к вам и считаю что сегодня ставить этот вопрос лучше надо снять а если будем голосовать значит подумайте я себе подумаю спасибо можно так 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 кто-то и вправду говорит а кто-то тоже времени договаривает давайте тогда уже прямо на чистоту Антон Васильевич вот как оно есть согласен вы говорите полтора месяца не работало а вы сколько лет не работали сидя в этом кресле это раз во-вторых тогда уже давайте тогда и так попрошу не перебивать давайте я сейчас буду говорить тогда еще дольше так давайте дальше вот коли мы сейчас проговариваем вот вы там сказали она там полтора месяца работает и это именно основа того чтобы ее снести вы все верите вы все верите в то что Саглара сам хотят снести из-за того что она полтора месяца нет это не из-за того что она была одним из девяти человек подписантов нет это не из-за того что она участвовала в пресс-конференции где в прямую критиковала главу республики это это не из-за этого это а-та-та нет она именно за то что полтора месяца не работает из-за того что она ну так и скажите из-за того что она стала в сторону народа из-за того что она не побоялась сказать а теперь дальше вы скажите что у нас идет последние эти полтора месяца что идет каждого депутата вызывает исполнительная власть Береков Чингис Николаевич лично меня вызывал и пытался меня угрожать причем угрожал причем угрожал подождите угрожал мне администрации президента администрации президента мне угрожал я более того я знаю что администрация президента скорее всего даже не в курсе этого я сомневаюсь что администрация президента будет лично здесь решать вопрос по депутатам я сомневаюсь они прикрываются я хочу чтобы администрация президента узнала об этом Что как здесь самовольничает исполнительная власть Как она давлеет Кого-то запугивает уголовными делами Депутатов А вы вместе с Министом Николаевичем Гарантируете им решение этого вопроса Если они проголосуют за снос Саглара Саны Кого-то по подлому решают Именно через детей Детей обещают уволить с их рабочих мест Почему вы за это не говорите Это подлость Это подлость Конечно, те люди, которые за детей переживают Но тоже, тоже, помните Тоже, помните Вы думаете, я не боюсь Вот мне говорят, а что ты, наверное, не боишься Нет, но у меня страх другой Я боюсь в том, что моя супруга во мне разочаровалась Я боюсь того, чтобы детям Завтра было стыдно говорить, что я их отец Я боюсь Чтобы моя мать Просто вот с печальным взглядом На меня посмотрела и сказала Подумала, ты один из тех политиков Которых полным словом тот и называет Я боюсь встретиться с создателем С Богом И в глаза ему посмотреть Я этого боюсь А того, чего вы боитесь Я не боюсь А вы прожили больше меня Вы знаете Саглара Саны Она много раз вас выручала По личным делам Где-то там По работе, соответственно, тоже помогла И у вас совести хватает У вас совести хватает Подождите Вот правильно Вот про вас и совесть я не буду Поэтому Извините, пожалуйста Здесь обращаюсь к вам Как председателю И я вам не раз высказывал Как председателю Почему же вы тогда Не ставите коллеги Коллеги Единороссы Что ж вы не ставите вопрос Тогда давайте Поставим вопрос По председателю Нету ни у кого сомнений Все согласны Весь народ Сейчас вот прямой эфир идет Весь народ знает Да, говорит Пишет С пикетами стоит В конце концов И вам не стыдно Коммунисты нас учат Справедливого рода нас учат В конце концов Ну совесть Совесть банально Займите Человек Вы вот каждый из вас Вот сейчас выскажите Ей в глаза Ей в глаза Скажите Да, Саглара Саны Ты не права Хватит у вас совести Сминец Хватит у вас совести Потом сказать это Своим детям Своим родителям Я боюсь того Что не дай бог Кто-то из моих родственников Пострадает от этого коронавируса Да И скончается Я не смогу потом Если это дядя или тетя Я не смогу Их детям смотреть в глаза То что у меня была Возможность на это повлиять А я Не повлиял Потому что я трус Потому что я боюсь И боюсь я не того То что меня расстреляют Или ноги руки оторвут Но у меня нападение было Ничего Пускай Пускай убивают Может тогда я замолчу Но я вас До славы на том сидит Поверьте Потому что Я не знаю Вот как вы этого не боитесь Харалы никто не отменял Поверьте И вы в конце концов Сейчас Хотя бы Задумайте До вас конечно Харалы не надо Вы к батюшке сходили Отмолились И все у вас там нормально У нас чуть по другому Извините меня Поэтому Я вот честно говорю Коллеги Вот сейчас Задумайтесь Просто загляните Глаза в обратную сторону Поверните Вот в себя внутрь Загляните Вот сами себе Скажите На самом деле Да Да Она плохая Поэтому Не из-за того Что на меня Надавит Не из-за этого Нет К тому же Смотрите Сейчас у нас Произошел инцидент Да Там Председатель ЭГС У нас Попал По игорному Бизнесу Подпольному Не подождите Тот Тот Главное За полтора месяца Якобы Какой-то Неработы Ставят На увольнение Первого Председателя Первого Запрета А вопрос Тогда По председателю ЭГС Никто не выносит Откуда у него Деньги на Игорный бизнес Покрывание Такой сферы Никто не ставит Это Илья Анатольевич Это нормально Пускай Ха играют Ха играют Да что же такое Ничего не делают Это то что они На взятки там Возможно играют Да Это не вопрос Нет Это по теме Почему Почему У вас Почему у вас Зверствия Веснов И вот тоже К вам Коллеги Тогда Ну что Тогда Ну давайте Поднимайте Вместе со мной Тогда вопрос Если вы такие Честные Если вы такие Справедливые Ну давайте Давайте поднимайте Вместе со мной Вопросы такие Почему никто Там вот Не поддерживал Там вопросы Там многие Которые мы Говорили То что По парламентским Проверкам Вы же не реагируете На это Поэтому друзья Еще раз Хочу к вам Обратиться Загляните Сейчас Перед этим Это поверьте Это действительно Это практически Не просто нажатие На кнопку Это ваше подписание Сделало Если вы действительно Вот тут готовы На такие вещи Бога ради Значит Уважаемые Нет Зачем Тук-тук Здесь я Пожалуйста Я сверю Значит По Вот Арсан Очень проникновенно Сказал Спасибо Очень точно И Действительно Вот Мы депутаты И Здесь важны Больше Человеческие Качества И Я Подписываюсь Под каждым словом Основной И Добавить даже Практически Нечего Кроме Как он Анатолий Васильевич Как он говорит Мы фальсификации Я не фальсификации Не поддерживаю Я их организовываю Организовываю Ну Вот Это Вот смысл Вашей работы И Анатолий Васильевич Готов сдать И слить Любого человека Ради Своего Благополучного Пребывания В должности Это Вот Я его знаю Уже там Больше 20 лет И Я это 20 тысячи лет Наблюдаю Факт за фактом Человек за человеком Глава за главой И Так далее Функционер за функционером Это его суть Вот И Нам Всем депутатам Это надо понимать Сегодня он с вами Завтра против У вас Вчера была Согладочка для него Александровна При Орлове А сегодня Понятно Да Даже продолжать не надо Поэтому мне Хочется Действительно Вот Арстан сказал Что Вот След за казачком Слил Ее Там Ну По моим наблюдениям Человек который с ней часто общался Приятно общался Что Чему то еще научал Это Мутулок Михаил Вот он Слил При первом Желокрите На полицовете Мне интересно Сегодня знать Точно так же Мнение близких Соглада Александровна Людей Когда-то Да Вот последние там Они годы работают И Мне интересно Знать мнение Болдырева Но если Герой Калмыкии Ну будь героем Скажи свое мнение В чем Полинана Расстрелять ее В чертовой матери Или Оставить в должности Мне важно Знать Мнение Геннадия Даванова Мне знать Нужно Мнение Балдашина Владелена Салаева Который тоже Очень тесно Общался Согладой Александровны И Баулкина Вот Коллеги Депутаты Я прошу вас Высказать Своё собственное Мнение По этой ситуации И по этому человеку И по привыкновению Ее в должности А я Лично Я Вот Тот человек Которого Соглада Александровна Подтвердили Я ее тоже Давно знаю И я Всегда ее Больше всего Критиковал И высказывал Очень Нелицеприятные Вещи Один на один В разные Периоды Времени И Когда Она работала И у Председателя Правительства И у вас И у Китикова И так далее Вот с тех еще Времен И Казалось бы Противоречит Но Я сегодня Поддержу И Желаю Чтобы ее Мы проголосовали За то Что она осталась В должности И продолжала Работу Это оздоровит Наши В целом Наш парламент И даст Пример Все республики А если Мы подаем Пример Когда при первом Окрике Сдаем Ближайших Людей Или друзей Коллег Мы ничего Не стоим Мы ничему Не научим Своих детей И будем пожинать То что мы Сами смотрели Хорошо Спасибо Дорогие друзья Значит На парламент На фракции Вчера Было Пронято Решение Коллегами Значит И Болдарю Ее можно Сказать Решение Фракции Он Ведет Фракцию Он Проводил Вчера Голосование На фракцию И Голосование Он может Огласить Что 18 человек Сленов Фракции Прогласовали Вы скажите Как вы Эти 18 человек Набрали Я Лично Никак Даже сейчас В перемене Одного депутата Вызывали В главе Как это так Зачем Набирал Он 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 Решение Фракции Зачем Вы тут Передергаем Кому надо Кто скажет Сам Чего вы там Берете Кого дергал Мы знаем Конкретно Он Ставит Решение Фракции Не Передерг Не Почему Передергает Так Позволь Если Есть желание Нет Выступить У меня Тоже Есть желание Еще Вы там Временные Сроки Интересные Ставите 24 Сентября И так Далее Единственное Я хочу Сказать Я сегодня В открытую Могу Сказать О своей Позиции К вам Как председателю Народного Хурала Что На сегодняшний День Вы как Председатель Народного Хурала Подрываетесь К сожалению Авторитет Законодательного Остана И это Не для Никого Не секрет В том числе Для гражданина Республики Колумбка Живущего На территории Республики Колумбка То Взаимодействие О котором Сегодня Депутаты Высказались И то Давление Которое И те Байки Которые Рассказывают Руководители Администрации Главы Республики Колумбка Береков Чингис Николаевич Давая Комментарии Газете Коммерсан О том Что Это Политические Трупы Они боятся Антикоррупционного Преследования Чингис Николаевич У меня вопрос К вам Как же вы Давляете На органы Надзора Что высасываются Формальные Представления В адрес Председателя Народного Курала В отношении Неугодных 12 депутатов Народного Курала Имеющих Другое мнение Или когда вы Приглашаете К себе В кабинет Депутатов И говорите Вы знаете Бакинова Коррупционерка Она Миллион Рублей Тратит На отдых В Сочи А у них Совокупный Доход Такой-то 30 миллионов Вы вообще Откуда берете Эти цифры Чингис Николаевич У меня вопрос К вам Вы приехали Из Москвы Мерите Жизнь Московскими Мерками А мы К сожалению Живем все На заработную Плату И имея Государственный Подход В решении Насущных Проблем Республики Каумыти Вы сегодня Каждого Депутата Давление Вместе С Антолом Васильевичем Когда мне Слен паракции Единой России Говорит Сама Извини Но меня Пригласил Антолий Васильевич Меня пригласил Чингис Николай Они сказали Если мы не проголосуем По мне Уголовное дело Заведут Меня переведут Из категории Свидетелей В обвиняемый Или наоборот Я не знала Что вы оказывается Давление На судебную систему Но сегодня Я К сожалению О своих Депутатов Коллег Это узнала Я единственное Антон Васильевич Я единственное Хочу сказать Что принцип Вообще Подстроения Законодательного Органа Мы все коллеги Приходим Законодательный Орган В результате Примых Всенародных Выборов Народных Уралов Мы сегодня Представляем Фракции Мы представляем Многопартийность Антон Васильевич А вы как всегда Будете Природу Исполнительных Органов Власти Конституционные Принципы Российской Федерации Никто не отменял Сегодня вы приводите Формальные доводы Полтора месяца Я не работаю Но вы же не говорите Первопричину Этих моментов Когда вы меня Уговаривали И просили Согласно Уйди по-хорошему Владимир Сергеевич Сказал Представление На тебя Направленное На всех остальных Они просят Крови Ты напиши Тихое заявление И уйди Когда мне Предлагают Депутаты Должность Проректора Калмыцкого Госуниверситета При новом Ректоре И когда я Это официально Озвучил Ректору Университета И говорю Мне предложили Должны Озвучили Заработную плату В размере 100 тысяч Рублей И вы Согласны Отказывайтесь Как так Да потому Что я родилась В Советском Союзе У меня есть Принципы У меня есть Понятие Государственности И если бы я Не верила в это Никогда не пришла Бы работать В органы Государственной Власти Республики Я сегодня Набираю Тотический Государственный Профессиональный Но я его Нарабатываю И даже получая Такой отрицательный Опыт Со стороны Председателя Народного Украл Антар Васильевич Казачков Он тоже для меня Поучительный Он дает Возможность Посмотреть Что из категории Людей Которые Не заслуживают Уважения И эта Ситуация Она придет Как гумеран Когда Любой гражданин Республики Скажет А вы депутаты Ручные Как говорит об этом Представитель Исполнитель органа Государственной власти Вы должны делать то Что вам скажет Глава республики И администрация Главы К сожалению Мир на этом Не заканчивается Люди живут Юрий Николаевич А ну что у вас Эта работа Правоохранительных органов Наверное скажется И на сегодняшний день Что вы эти методы Используете Депутат Природа депутатского Корпуса Это независимость Она сегодня Дана нам В результате выборов А вы пришли На основании Нормативного акта Главы республики Вышего должностного лица Который сегодня есть Завтра его может быть Не быть А депутаты Исполняют полномочия В соответствии с законом На определенный срок Поэтому Антон Васильевич Когда вы запугиваете Начальников структурных Подразделений Народного хорала Когда они не берут трубки В конце концов Отзваниваются Говорят Сагасана Нам под страхом Увольнения Сказали о том Чтобы мы с вами Не общались И мы не давали вам Никакую информацию Вы извините Все вопросы К Антон Васильевичу А действительно Все вопросы К Антон Васильевичу Народный хорал В соответствии с законом На народном хорале Это юридическое лицо Его возглавляет Председатель Народного хорала Он является Представительным Нанимателем По отношению Ко всем государствам Гражданским служащим И не знать К сожалению Антон Васильевич Когда вы говорите О том Что я Курирую аппарат Это глупо Поскольку вы Представитель Нанимателя И в данном случае Мы Как два зампреда И Николай В соответствии С вашим же Распоряжением Председателя Народного хорала Который вы утвердили В октябре Восемнадцатого года Говорят о том Что Мы взаимодействуем Со структурными Подразделениями Отвечаете за работу Как раз Структурным подразделением Вы Спасибо Спасибо Уважаемые коллеги Тоже выступление Значит Выступал Ну я же так понимаю У нас еще Жители Были пожелания У нас Все хотят Что вы хотите Сказать Да Реплика Реплика К сожалению Методы работы Администрация Главы Слугой Калмыки В лице Берекова К сожалению Сегодня Буквально Секундочку Не перепевайте Пожалуйста Вопрос Вопрос Стоит так Руководителя Фракции Членов Фракции Прикласили Значит И в принципе Буквально На Первый год И просто Человека Заставили Поменять свое мнение Вот я На связи Говорю вам Ну как Как вообще Так работает У нас все получается Все мы Бараны Ну такое Общение Как будто Мы вообще Здесь вообще Ничего не решаем И самое главное Делается это Подло Друзья С работы с ними Пороться Ну что я говорю Вы все прекрасно Знаете Вот я не понимаю Даже как дальше Вообще Мы будем Продолжать Работу И свою деятельность Мы просто Открыто Говорим Что к сожалению Действительно На сегодняшний день И Антон Васильевич Как по-то мне Вы об этом Прекрасно Знаете Не надо Говорить что Не знаю И все остальное Знаете Прекрасность И самое главное К сожалению Вы участвуете В этом Вот что Полно Хорошо Спасибо Значит Парламент Одну минуту Вы уже говорили Реплика Уважаем Я помогу Как председатель Григорий Значит Уважаем Преки Значит Надо Нам все понимать Что парламент Это государственный орган Орган Действительно Сформировали У нас на выборных Делан У нас на межпарламент И фракции И соглашается На я И вы попали Благодаря списку партии Все по партии Поэтому Есть решение Партии Есть решение Соответствующих Органов партии При принятии Того или иного Решения Поэтому А мы государственный орган В системе Государственной Соглашается На я Это Мы занимаем Государственные должности Получаем Заработную плату Как государственный Допутат Значит Депутаты Но занимаем Государственные должности Да-да Да-да Понятно Мы депутаты Но Вы же зарплату Не получаете Мы же получаем Как государственные должности Получаем Как депутаты Работающие На профессиональном По постоянной основе В соответствии 184-х Федеральным законом Антон Владимирович Вы снова Путаете Я не путаю Я природу не путаю Есть указ Одну минуточку Есть указ Главы Где определенные должности Республики Определенные должности По которой мы можем Статное расписание Составлять И вы получаете По штатному расписанию Зарплату Как депутаты Работающие На профессиональных Ну ладно Ну что вы используете Потом мы разберемся Так Ребен А пожалуйста Да Вы совершенно правы Когда сказали Что народный хрон Это Республиканский законодатель И благодаря вам Авторитет этого органа Упал на жилье На самом деле Вы поступаете Не пустой По-человечески Аморально Два года Два года Собара Александровна На самом деле Была лучшей Вашей защитницей Зачастую Вы не могли Ответить на вопросы Депутатов Особенно депутатов Оппозиционной франции Отвечала она Как могла Она вас защищала Как могла Сегодня вы Вы легко Предали Завтра Тяжело Завтра Я не вижу Этой тяжести Ни в ваших глазах Ни в ваших решениях Именно поэтому Именно поэтому Из-за того Что авторитет Народного курала Так не ископал Глава администрации Главы республики Татология конечно Позволяет себе Вызывать депутатов Шантажировать их Предлагать им Какие-то условия И так далее Просто он не считает Нас за Тех Кого Избрали За народных избранников Он не считает Он Относится к нам С неуважением Он считает Что мы за фитах Должны продаться Вот И все это Благодаря вам Поэтому я сегодня Выносила Пыталась внести В повестку дня Вопрос А не доверить вам Вы должны Сделать Из этого Выводы Либо вы дальше Продолжаете работать И цепляться За это кресло Либо сами Уйдете в отставку Я понимаю Вы сегодня Предали свою Помощницу Завтра вы Предадите еще Добрую часть Депутатов А до них Пока еще Как бы Не дошла очередь Вы не можете Предать меня Потому что Я депутат Другой фракции И я вам В общем-то Не подвластна Но Вы Предадите Своих соратников По фракции В этом я уверена На 100% Спасибо Поэтому я предлагаю Вот Депутатам Фракции Единая Россия Хорошо подумать Перед этим голосованием На самом деле Вот сегодня Вы голосуете За судьбу Народного хурала Либо с нами И дальше Будут считаться Либо Мы упадем Как говорится Еще ниже Плинтуса Мы сегодня Должны заявить Что мы Законодательный Ордан Республики Камыки Мы Власть Республики Вот сегодня Исполнительная власть Армад Пытается Вытирать ноги Этому нужно Положить конец И Если мы Сегодня Примем Правильное решение По совести Мы положим Начало Этому В общем-то Реплику 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 Ну Ребята Ну Что ж Поделось Реплика Одна минута Хорошо Хорошо Ну я считаю Это вообще Сверхлицемерие На фоне Таких серьезных Проблем Вы подняли Сами Такой Вот вопрос Ради того Чтобы вам Было комфортно Работать Чтобы Вы какие-то Там Свои Девушки Могли Вы В первую очередь Вы Так Вы Прерываете Меня Поэтому Да Здесь Многие Высказались Уже До этого Саглана Выступала В пресс-конференции То Что Со стороны Исполнительной Власти Идет Как раз таки Давление На депутатов Я хочу Чтобы Данное Обращение Дошло До Генпрокурора Российской Федерации До Красного То Чтобы Они Обратили Внимание В конце Концов Действительно Нарушается Основной Принцип Разделения Властей Мы Я Лично Знаю Что Меня Вызывали Мне Говорили Угрожали Администрации Президента То Что Вот Хотя Я думал Они Не Знаем Поэтому В этом Отношении Я считаю То Что Мы Должны Соответственно Призывать Составленные Российской Федерации Чтобы Они Приехали И Разобрались С этим Иначе Каким Образом Мы Коллеги Будем Дальше Работать Курал Действительно Как Наталья Сергеевна Все Они Сначала Убираются Потом У них Желание Убрать Ну Затем Скорее Все Меня Наверное Насыр Викторович Все Вы не хотите Выходить Но Факт В том Что Явно Это Их Желание Это Чуть ли Не Конкретная Команда Без фантазии Представление Прокурора Есть Письмо Вы Там Писали В сторону Софеда Позорное Письмо Непонятное Что На Нас Сенатор Конечно Что За Позорище Вы Устраиваете В конце Концов Цирк Вообще Я Не знаю Как Все Пишут Цирк Уехал Пловно Остались У меня Реплика Одна минута Имею Право Я Думаю Что При Аллове Если Савар Александр Не То Полтора Месяца А Полтора Года Не Ходила На Работу И Делала По 5 Заявлений От Единой России От Имени Единой России На телевидении Казачков Молчал Б Стряпочку И Еще Аплодировал Б Вот Что Касается На самом деле Вот Чирвиз Николаевич Вы Сидите Якобы Используете Казачков На самом деле Он Вас Использует Вот Жалко Нет Главы Я Вам Лицо Сказал Антолий Васильевич Своим Чутьем Он Понимает Что Глава Отбудет Возможно В скором Времени Поэтому Ему Нужно Подставлять Его И Зарабатывать Перед АП Свои Очки Для того Чтобы Он уже Работает На нового Главу На самом деле Это Его Технология Ни раз Испытана Ни на Одном Главе Поэтому Он Четко Педалирует Эту Проблему Бакеновой Даже Сам Вот Уже Снезошел Что Он Сам Поставил Вопрос Повестку Дня Инициировал Вот Это Его Суть А вы Молодежь Поддаетесь Этим Движениям И еще Сами Себе Роете Яму Угрожает Депутатам Ну Ваша Позиция Понятная От Мегаричного Направдива Значит Воспринимать Все Сбывается Все Что Я Говорю Это Сбылось Уже По Трем Главам По Двум Главам По Сяким Представям Уважаемые Коллеги Значит Постановление У вас О первом Заместителе Народного Парламента Находится На руках Прошу Выразить Свою Позицию Голосованием Включен Режим Голосования Идет Голосование Я просто думаю Проголосовали 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 Два Проголосовали Подожди Подожди Я В этом Я Можем 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 Сумма 25 Нагласитесь Писать Нет 20 Вы будете Голосовать До тех пор Пока Мисс не наберете 18 Что ли Может Там Мониторинг Там Сделать Все Есть Все Зафиксировано На видео В прямом Эфире Люди Возмущаются На экран Видите Я посмотрю Еще Включи Экран Голосования А Ну Вот тут Сейчас В эфире Смотрят Когда будет Нормально Огласите Решение Мы все Видим Мы можем Огласить Реальное Решение Реальное Решение На видео Есть Антон Конгресс Система Решение Конечно В прямом Эфире А Антон Васильевич Против Я объявлю Сейчас Обязательно Мне надо Просто Я Умею Сомнение О себе И Оба Мне показывают У меня Тоже Сомневаюсь Сух Да Н Нам 무� Holding Педагог Субтитры Музыка Субтитры Музыка Субтитры Музыка Продолжение следует... Продолжение следует...